Продолжение следует... 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 Не думайте, что это все как-то очень далеко от кардиологии. Эти люди не живут в одной кардиологии, они умирают от того, что у них есть. Посмотрите на проблему вакцинации. Я очень постараюсь сейчас... Несколько мазков того, что известно в мире к сегодняшнему дню. Проблема низкой памяти, проблема приверженности к лечению, проблема кровотечения, проблема недостаточности кровотечения у этих пациентов. Давайте начнем с того, что должен знать любой терапевт. Это очень крупное, важное для нас датское исследование, которое сказало, три вакцинации, не менее трех вакцинаций за три года, приведет к снижению риска смерти на 18%. То есть нет больного с фибрилляцией предсердия, который не подвергается вакцинации по поводу гриппа. Это ключевое. Второе, давайте проговорим. Больной с вакцинацией должен быть вакцинирован 13 или 23-х валентной пневмококковой вакциной. Это не имеет отношения к кардиологии, но от этого они умрут. Если ты не вакцинируешь, посмотрите на эти данные, когда, именно когда, на неделе, обратите внимание, эпидемия в Европе, европейской части России, начинается в интервале 48-52 неделя, это декабрь месяц, вакцинировать надо задолго до этого, 35-39 недели, это сентябрь-октябрь, тогда ты понижаешь риски у этих людей. Итак, говорим о фибрилляции предсердий, сказали о первом терапевтическом аспекте. Второй вопрос. В пожилом возрасте ускоряется переход пароксизмальных форм фибрилляции в постоянную форму. И надо знать, что этому способствует и почему эта болезнь неумолимо прогрессирует. Первое, на что нужно обратить внимание, что за три года примерно треть всех, у кого были редкие пароксизмы, перейдут в постоянную форму. А почему это происходит? Почему развивается постоянная форма и больной к ней идет, в общем, может быть, не очень быстрыми шагами, но движется? Это происходит из-за нескольких вещей. На них надо обратить внимание. Чем старше возраст, начиная от 65 лет, тем больше процент переходит ежегодно из пароксизмальной постоянной формы. Второе. Чем старше, тем больше пульсовое давление. Это очень важный параметр, предвестник перехода в постоянную форму. Представьте себе больного, у которого пульсовое давление 60 мм тутного столба. Это критическая цифра. При цифре 60 аорта не может растянуться в период систолы. Это приведет к тому, что у вас в диастолу не будет сужения аорты. И будет движение крови, отдаленно напоминающее то, что должно быть. Оно перестает быть плавным. У вас появляется пульсообразное движение. Такое движение крови, повышение давления в дуге аорты, приводит к затруднению поражения крови из левого желудка. Повышается давление в левом предсердии, растягиваются устья легочных вен. И это, к сожалению, негативно сказывается на течении заболеваний второй аспект. Чем выше пульсовое давление, тем больше процесс воспаления и фиброза. Значит, фиброз является неумолимым условием перехода из пароксизмальной формы в постоянную форму. Мы сейчас с вами попробуем посмотреть на то, какова роль ишемической болезни сердца. Вот если нет симптомов ХСН твоего больного, то вклад в самой ишемической болезни сердца не очень большой, практически незначимый. Итак, давайте подведем черту. У пожилого человека появление симптомов ХСН, высокое пульсовое давление – залог очень быстрого перехода пароксизмальных форм в постоянную форму. Второй аспект – пожилые и форма ушка. Любой терапевт должен понимать, что ушко не имеет однотипного строения. Ушко разное по своей форме, и оно очень красиво называется на официальном медицинском языке. Самое безопасное, крайне справа, от вас называется крыло цыпленка. Это самая безопасная форма, минимум тромбоза, минимум эмболий. Самое страшное, вторая – это капуста. Это одно из самых страшных событий. Менее опасным является флюгер и кактус. Правда, очень красивые названия. Когда вы получаете вот такие картинки, просто заметьте, что капуста, о которой идет речь, увеличивает 8 раз вероятность тромбоза в любом возрасте. А у пожилых – это всегда тромбы, находящиеся в такой форме ушка. Любой больной должен оцениваться, независимо от своего возраста, должен оцениваться по шкале ЧАЦ-ВАСК. Но на слово «возраст» обратите, в этой шкале возраст испытывается два раза. Возраст, вторая снизу строчка, до 65-74 лет – это один балл. Посмотрите наверх, третья сверху строка «возраст», старше 75 лет – это уже два балла. Пожалуйста, заметьте, что слово «возраст» мгновенно поднимает вероятность ишемического инсульта у вашего пациента. Что нужно сделать, чтобы уменьшить вероятности негативного течения фибрилляции у пожилого? Итак, все, что до этого вы могли сделать, вы его вакцинировали, вы просчитали вероятность перехода в постоянную форму. Задайте второй вопрос себе. Каковы у него лекарственные взаимодействия? Я очень попросил бы следующие слайды сфотографировать и внедрить в своих ординаторских. Это важное для реальной жизни. Первое, на что мы обратим внимание – проблема взаимодействия с какими-то конкретными препаратами. Вот посмотрите, перед нами таблица, она кажется очень трудной, невоспринимаемой, но она очень важна. Начните с красного крыла, я сейчас обвожу слово «амиадарон». Если твой больной, а он пьет амиадарон, как правило ему прописали амиадарон, никто при этом не считает интервал КУТЭ, никто не смотрит на щитовидку, но запомни, что если он пьет амиадарон, тебе уже не все равно, какой прямой оральный антикогулянт он пьет. Если пьет добегатран, то концентрация добегатрана поднимется до 60%. Если пьет ингибиторы 10-го фактора, апексабан, риворексабан, для ксорелта это незначимо, не будет изменения концентрации самого препарата. Это один из самых страшных для нас сейчас. Давайте посмотрим на второй вопрос. На красную полосу наверху, это очень значимая, тревожная красная полоса. Все оральные антикогулянты, когда вы лечите больного, макролидами повышают свою концентрацию. Где вы применяете макролиды? Когда травите хеликобактер пилори. Поэтому помним, это неприемлемая схема борьбы с хеликобактер пилори. Не надо лечить у такого больного в негоспитальную пневмонию макролидом. Вы радикально видоизменяете. Третье, самое тревожное, на вот эту красную нижнюю полосу, посмотрите, ни один здравомыслящий врач не назначит зверобой. Откуда больные пьют зверобой? Они и не знают об этом. Они пьют в БАДах, в любой БАД входит зверобой. Но зверобой резко увеличивает вероятность фатального кровотечения у вашего пациента. Поэтому посмотрите внимательно на пожилых людей. Что они пьют? Какие препараты у них? И это взаимодействие должно быть исключено. Мы сейчас попробуем с вами подойти еще к одной проблеме. Вот пожилые люди, это особенно чувствительно к алкоголю. Вы помните, что один из самых мощных факторов риска развития кровотечения, это неумеренное употребление алкоголя. Это философское понятие. Что такое неумеренное? Вы видите цифру, которая называется 8 юнитов. Давайте научимся считать на одном языке со всем миром. Перед нами формула, как рассчитывается юнит. Объем выпитого алкогольного напитка умножается на его крепость и делится на тысячу. В качестве примера пол-литра пива, два юнита. Выпил 4 раза по пол-литра пива в неделю, резко увеличил вероятность кровотечения. 8 юнитов, это красная линия. Не важно, как ты набрал. Для пожилого человека это с восклицательным знаком. Будьте очень аккуратны в этом плане. Третий аспект. Это сделай все, чтобы у пожилого не было желудочно-кишечного кровотечения. У тебя несколько путей борьбы с этим. Это НПВС и хеликобактер пилори. Как вести себя в этой ситуации? На этом слайде очень важна вторая строчка. Читайте с нее. Мастрихский консенсус сказал. У любого пациента ты должен по тесту выдыхаемого воздуха определить, есть ли хеликобактер пилори или нет. Но у пожилого ты это обязан сделать. Потому что хеликобактер пилори будет резчайшим образом увеличивать у него вероятность кровотечения. Если хеликобактер пилори есть, она должна быть уничтожена. Это очень важный аспект. Ты должен это положить в основу борьбы за выживаемость твоего пациента с фибрилляцией предсердия. Теперь вниз посмотрите. НПВС. Любой пожилой ест килограммами НПВС за всю свою жизнь. Это не метафора. Он действительно съедает несколько килограмм. Но НПВС резко увеличивает вероятность кровотечения. Что ты можешь сделать, чтобы погасить эти риски у твоего больного? Давайте попробуем. Первое. Если хеликобактер пилори в настоящий момент нет, а ты не можешь его никак по-другому защитить, ты будешь давать ингибиторы протонной помпы. Эксперты пришли к выводу, не абы какие. Наиболее значимые для нас фонтопрозол и рабепрозол. Потому что омепрозол будет взаимодействовать с целым каскадом препаратов. И вы будете нарушать их эффективность. Ты не можешь ждать это. Или ты видишь какие-то совершенно другие риски. Ты не можешь исключить НПВС. Что делать в этой ситуации? Если ты не можешь исключить НПВС, ты будешь в течение 56 дней давать препараты висмута. Они больше нельзя, недопустимо. Но препараты висмута приведут к снижению риска кровотечения. А если можешь убрать НПВС, убери. Замени на что хочешь. Потому что любой препарат НПВС резко увеличивает вероятность кровотечения у твоего пациента. Давайте подойдем к пожилому и кровотечению. Перед нами обязательная шкала для истории болезни. По сути можно сказать, нет грамотной истории болезни, в которой не записана шкала ЧАЦ-ВАСК, шкала ХАС-БЛЭД и не проанализированы 17 факторов, увеличивающие риски кровотечения. Посмотрите вниз. Левый угол. Шкала ХАС-БЛЭД. Она нам скажет, с какой вероятностью у нашего пациента будет возникать кровотечение. Вот эта шкала. Вы считаете баллы и в истории обязательно напишите. Если это больше, чем 3 балла, вы напишите, риски кровотечения очень высоки. Означает ли это, что вы отмените? Ни в коем случае. Вы важно зафиксировали статус пациента. Риск кровотечения очень высокий. Вы усиливаете контроль за этим пациентом. Но высокий балл не означает отмену или отказ от проведения терапии оральными антикогулянтами. Вы сейчас посчитали риск. Что делать конкретно? Риск высокий. Перед нами очень важный слайд. Сфотографируйте его. Вы видите многоцветие этого слайда. Вы сейчас глазами в зеленом поле. Вы должны сделать все, что может сократить риски кровотечения. Давайте начнем с простого. Уровень артериального давления должен быть понижен. НПВС исключены, дезагреганты исключены, алкоголь исключен, неправильные лекарственные взаимодействия исключены. И вы сделали очень много, потому что зеленое поле – это огромный вклад в риски кровотечения. Посмотрите в желтое поле. Там завтра вы ничего не измените. Это программа долгосрочная. Борис, санемии, контролируй функцию почки. При низких скоростях клубочкой фильтрации риски кровотечения будут очень высокими. Смотри, знай, изучи состояние печени, уровень тромбоцитов. А теперь переведите глаза в неизменные факторы. Красное поле – это онкология, это возраст. Вы ничего не можете там изменить. И вы опять видите два возраста в верхней строчке. 65 – больше, чем 65, и больше или равно 75 годам. Как только больной проходит через эти вехи, у него резко возрастает вероятность кровотечения. Помните об этом. Но всегда, когда у вас возникли опасения, вы сомнение, вы выбираете стратегию лечения. Посмотрите на синюю и красную линии. Синяя линия и красная говорят, как соотносятся риски кровотечения и риски инсульта. Давайте выведем первый постулат. Риски инсульта всегда выше, чем риски кровотечения. Не перегибайте палку. Заострив свое внимание на безопасности. Просто сейчас представьте себе, в каком проценте случаев в реальной жизни вы видите эти кровотечения. И в каком проценте инсульты. Это несопоставимо. 0,4, 0,2 – тяжелые кровотечения. А инсульты – это сплошь и рядом у этих пациентов. Поэтому всегда риски инсульта выше, чем риски кровотечения. Мы должны с вами совершенно четко определиться, какое кровотечение. Есть несколько терминов, я не буду в них углубляться, это в следующих докладах. Досаждающее кровотечение, медицинский термин, досаждающее кровотечение никогда не является предвестником большого кровотечения. Кровя, десна, черт с ними. Есть выделение из соседистых носа, покажите лору. Не надо, не перегибайте палку. Есть только два кровотечения, которые требуют узких специалистов. Это прямая кишка и матка. Там надо исключать онкологию. Все остальное не перегибайте палку. Большое кровотечение – это довольно тревожно. Либо он умер, либо гемоглобин упал до 2 граммов на литр. Что такое малое кровотечение? Все, что небольшое. Вот вы описали все те кровотечения, которые могут быть в жизни вашего пациента. Теперь вернитесь. Как повернулось в современный мир? Я хочу привлечь ваше внимание к социальному звучанию этого вопроса. Как повернулось в практике терапевта вопрос? Ему говорят, знаешь, есть более безопасные и есть более опасные препараты. Не верьте этому. Нет ни более опасных, ни более безопасных. Я очень хочу, чтобы терапевт, который столкнулся с проблемой кровотечения, не переводил ее на ненужное русло. Это не проблема выбора препарата. И кровотечение – это не проблема препарата. Это проблема того, что закровило. Поэтому перевести эту проблему в плоскость. Хорошие и плохие препараты – это люди не в белых перчатках. Это не очень порядочные урокитологи. Не идите у них на поводу. Проблема, о которой мы сейчас с вами говорим, касается совершенно другого. Попробуем с вами определиться. Все крупные наблюдательные исследования сказали, что препараты, ингибирующие десятый фактор, в реальной жизни не дают большого количества кровотечения. Вот мы с вами сталкиваемся куда более важным аспектом. У больного появилось кровотечение. Что ты как терапевт должен сделать? Посмотрите на соотношение 1 к 5. Если это ЖКТ, то у твоего больного чудовищный риск объединено желтым кружком онкологии. Поэтому при кровотечении, возникшее на оральных антикогулянтах, 10 тысяч раз говорит о более важном. Ищи рак у твоего пациента. Наиболее вероятно, если это ЖКТ кровотечение, это рак желудка. Ты обязан сделать гастроскопию. И с вероятностью в 13 раз больше ты найдешь рак желудка у такого пациента. Пожалуйста, поменяйте акценты от бессмысленной дискуссии. Какой препарат лучше, какой хуже. Это маркетологи. Они продают, а мы лечим. Это разные вещи. Переведите стрелки на поиск рака. Второе. Кровотечение из мочевыводящих путей. В 42 раза увеличивается вероятность рака. Либо мочевого пузыря, либо иного места мочевыводящих путей. Поэтому акцент сместился в совершенно другую сторону. Мы сейчас с вами попробуем подойти к третьей проблеме пожилого и кровотечения. Это ХСН. ХСН это всегда застойные явления. Это всегда анемия. Это всегда измененная слизистая желудка. И поэтому, если нет рака, то есть застойные явления, которые также способствуют возникновению кровотечения у твоего пациента. Вот посмотрите, услышав это, вы примете свое собственное решение. Я хочу привлечь ваше внимание к тому, как это написано в европейских рекомендациях. Не очень высокий уровень доказанности. Это правда. Гораздо важнее, чтобы мы сейчас заметили совершенно 2АВ. Это не очень высокий уровень. Посмотрите, что нам пишут. Нам говорят, что один из препаратов имеет явное преимущество. Это европейский официальный документ. Но посмотрите, перед какими дозами. Вчитайтесь. Кроме первой фразы. Прочтите все остальное. Преимущество перед чем? Перед добикатраном. Там стоит большая доза. Ксорелта. Стоит большая доза. Значит, нам говорят, что ты можешь дать эти препараты в меньшей дозе. Спросите сейчас себя. Где-нибудь это написано в инструкции препарата? Основной документ – это инструкция препарата. Там единственный повод понижать дозу – это другая скорость клубочковой фильтрации. Поэтому будьте очень аккуратны у пожилых людей. Не идите на поводу весьма специфических документов. Теперь вернитесь к дозам. Это пожилой пациент. У пожилого пациента, к сожалению, мы при закрытых дверях, наши пациенты это не слышат. А приори терапевт, боясь кровотечения, назначает меньшие дозы. Посмотрите, сколько неоправданных ситуаций, когда назначена маленькая доза препарата. Что мы сделали, боясь кровотечения, назначив маленькую дозу? Почитайтесь, огромная база данных, почти что 15 тысяч пациентов. Что она нам сказала? Нам сказала, что да, риски кровотечения, маленькая доза, не пойдут вниз. Потому что проблема в причине, которая вызывает кровотечение. А второе – никакого снижения количества инсультов у твоего больного не будет. Поэтому всегда возникает вот этот рисунок. Смотрите еще раз. Дозы понизили, а инсульты? Инсульты у вас как были, так и остались. Синяя и красная кривая очень рано разошлись слева от вас. Это означает, что низкая доза, назначенная с потолка, а бы обезопасить себя, нанесла огромный вред, если она не оправдана твоему пациенту. Поэтому смотрите, помимо смещенного акцента в зону опасности, мы забыли говорить с вами об эффективности. Мы их лечим, между прочим, а не страхуем себя от кровотечения и синего кителя, который будет читать потом мою историю болезни. Быть очень правильной в решении этой проблемы. С возрастом всегда растет, кривая задирается. Всегда у нашего пациента будет увеличиваться количество инсультов. Это естественно, потому что у него больше процентов неосознанных, незамеченных фибрилляций, нелеченных фибрилляций. Все это будет приводить к тому, что у него будет большее количество инсультов. Какая база данных, какое контролируемое клиническое исследование позволяет нам сказать, у нас есть из чего выбирать. Мы не с потолка говорим ту или иную информацию. Сейчас перед нами исследование Рокет. Это основополагающее исследование, выполненное Ксарелто. Это замечательный препарат. Посмотрите на количество пациентов, которые старше, чем 75 лет. Вообще так задумайте. 44% это соответствует российской популяции. У нас в этом возрасте огромный процент больных имеет фибрилляцию при технике. Да и вообще больных старше, чем 65 лет. Это больше половины больных. Это значимая цифра. Мы можем с вами анализировать больных, которые попали в старшие возрастные группы, у которых есть фибрилляция, и мы можем о них какое-то обоснованное мнение сформировать. Первое мнение, которое должно быть в нашем сознании. Возраст никак не влияет на фармакокинетику препарата. Давайте разберемся. Посмотрите на меня. У нас есть две дозы. Большая доза, которой мы лечим фибрилляцию, 15 и 20 миллиграмм. И есть маленькая доза, 2,5. Когда вы назначили пациенту 15 или 20 миллиграмм, вы должны соблюсти несколько условий. Условие важнейшее. Этот препарат принимается только вместе с едой. Знание, которое необходимо. Вы смотрите вот сюда. К 24 часу концентрация препарата, если он принят правильно, такова, что она гарантирует блокаду 10 фактора. Если вы пьете маленькую дозу, 2,5, смотрите вот сюда, то надо пить 2 раза в сутки, независимо от еды. Еда нужна для того, чтобы замедлить проникновение препарата в лимфатическую систему. Что мы здесь говорим с вами? 12 часов, и вы должны принять второй раз препарат. Итак, у вас 2 дозы, 2,5 миллиграмм каждые 12 часов, и одна большая доза, 15 или 20 миллиграмм, один раз в 24 часа. С возрастом это меняется, ничего подобного. Не важно, какого возраста ваш пациент. Важно, что динамика изменения концентрации препарата не зависит от его возраста. И это означает, что вы праве назначать эти дозировки вашему пациенту в неизменном виде. Следующий аспект. Можно ли вообще сравнивать разные препараты? Можно ли вообще говорить, где у нас больше опыта, где меньше? Вот где больше, где меньше, говорить можно. Посмотрите на красное поле вот здесь. Это препарат Ксорелта. Сколько было больных с огромным, с огромным исходным тяжелым состоянием? Шкала ЧАЦ 2, 3,7 балла. При цифре 3 балла – это то, что характерно для Европы. А больше, чем 3 балла – это характерно для российской популяции. Самая высокая когорта людей с исходно тяжелым состоянием – это в исследовании рокот. Это на Ксорелта. Другие препараты, они замечательные. Но просто такой когорты, такого процента тяжелых больных у них не было. Вот мы с вами сейчас говорим. Для России характерно количество баллов больше, чем 3. У нас очень тяжелые пациенты. Самая большая когорта людей, которая с исходно тяжелым состоянием проанализирована – это в этом исследовании рокот. Мы сейчас с вами увидим результаты. Я попросил бы вас концентрировать внимание на ключевом моменте. Это контролируемое клиническое исследование. Что сделал препарат Ксорелта? Он переиграл у пожилых людей при среднем возрасте 73 года, при исходной тяжести 3,5. В чем он переиграл варфарин? В фатальных кровотечениях – это безумно важно. Ну, практически неисправимых, внутричерепных кровотечениях – это либо смерть, либо иммундизация. И кровотечения, и жизненно важных органов. Насколько он сбросил? Где-то на 50% – это фатальные кровотечения. Значит, у пожилого человека, говоря о безопасности, мы должны поставить точку в этих рассуждениях. Мы видим с вами, что препарат Ксорелта доказал свое преимущество и превосходство над варфарином у пожилых людей. Давайте сконцентрируемся на эффективности. Еще раз хочу вам сказать, что в реальной жизни фатальные кровотечения, кровотечение в внутричерепную коробку, кровотечение из жизненно важных органов – это маленькие проценты. Количество инсультов – это десятки процентов. Несопоставимы по масштабам. Поэтому, говоря о проблемах безопасности, не упускайте из внимания проблему эффективности. Вот пожилые люди. Красная и коричневая линия. Посмотрите, когда они начинают расходиться. Это ключевое. Если ты даешь пожилому человеку, старше, чем 65 лет, в частности для препарата Ксорелта, даешь этот препарат, то ты видишь, что кривые начинают расходиться очень рано. Что это такое? Это профиль эффективности. Значит, с одной стороны мы разобрали, что это безопасность всегда лучше, чем варфарин. С другой стороны мы говорим о ранней эффективности твоего пациента. Есть ли доказательства, помимо клинической, все-таки клинически контролируемые исследования, это вершина, конечно, доказательной базы. Но очень чистые больные отбираются. А в реальной жизни таких больных, вы видите, не очень много. Поэтому вот реальная жизнь, в том числе и в России. Там тысяча пациентов, это российские пациенты, вот как в первичном звене назначают этот препарат. Давайте посмотрим, что мы видим вообще, насколько эффективно применение Ксорелта в реальной клинической практике. Насколько опасно, насколько эффективно. Но первое, что я хочу обратить ваше внимание, вот сюда. Посмотрите на синий, нижний, левый угол. Средний возраст 71 год. Пожилые люди. Все страхи связаны с пожилым человеком. А теперь смотрите на частоту желудочно-кишечных кровотечений. Частота, о которой говорят, посвящают конференции и съезды. 0,6%. Теперь посмотрите сюда. Большие кровотечения. Ну, там полтора процента. Большие кровотечения не привели к гемолитизации. Возможно, к госпитализации, но не гемолитизации. А теперь гляньте сюда. Насколько все это эффективно в реальной жизни. Начните вот отсюда. Вы видите, насколько частота событий в наблюдательном исследовании, в первичном звене нам сказала. Вот начинайте с этого угла. 96% в реальной клинической практике на препарате ксорелта не имеют никаких побочных эффектов. Это очень высокая цифра. Переведите глаза вот сюда. Большие кровотечения. Полтора процента. И вот сюда мы с вами говорим, что это популяция. Это какая? Это популяция людей старше 65-летнего возраста. Конечно, эффективно. Инфаркты пошли вниз, инсульты пошли вниз. Вот мы с вами заметили реальную практику. Поэтому позвольте подвести очень важную черту. Не боимся пожилого возраста. Пожилой возраст имеет полное право и обоснование, не взятое с потолка, а подтвержденное в контролируемых клинических исследованиях, подтвержденное в наблюдательных, получать препараты. В частности, сегодня мы говорили про ксорелта. Полное право получать эти препараты. Эти препараты в контролируемых исследованиях привели к снижению сосудистых событий, инсульта в первую очередь и системных эмболий. И в реальной практике, вот эта желтая часть, посмотрите внизу, реальная практика сказала, что в реальной жизни таких осложнений меньше, чем в контролируемых исследованиях, потому что больные, ну, может быть, не столь рафинированы, но это высокоэффективная схема. Поэтому главный месседж, который я хочу сказать, не боимся пожилого пациента, назначаем ему эти препараты. У него есть все основания получить от нас помощь в продлении активной жизни. И этот препарат дарит ему такую возможность. Надо ли опасаться чего-то? Применяйте все те меры профилактики, как мы с вами проговорили. Вакцинация, Helicobacter pylori, N-PVS, это те больные точки, на которые надо надавить, чтобы помочь вашему пожилому пациенту. Благодарю вас за честь, которую вы мне оказали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!